Книга «Открытым оком», том 2, тема «Молитва», вопрос 620, где написано в Библии, что можно молиться умершим, и что они нас слышат. В притче о Лазаре говорится, что у них есть законы пророки, пусть их слушаем. Разве могут святые помочь нам? Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. У человека есть бессмертная душа, называемая также духом, и верующие могут к ним приступать. Слово «приступать» нужно расшифровать. Дело найти туда мы не можем. Значит, входить в общение можно только через молитву. По порядку, открыв это место, отвечайте на вопрос «Как приступаете к Богу? Как приступаете к Иерусалиму Небесному?» и везде вы дадите ответ только через молитву. «Прошу вас, не будьте упрямы и твердолобы, как сектанты. Вы другого ответа здесь сами не можете дать. Мысленно вообразите, кто не дает вам признать то, что язык уже произносит». Вот на таких-то ваших вопросах вас уловляет Господь. Иов 5.13 «Он уловляет мудрецов их же, их же лукавством, и совет хитрых становится тщетным». 1 Коринфянам 3.19 «Надо мудрость мира сего, ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. А то, что святые живые знают, что совершается на земле, вы тоже признаете, если верите Библии». Откровение 6.9 по 11 стихе. И когда он снял пятую печать и увидел под жертвенником души убеденных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели, и возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» «И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Здесь речь идет о душах, которые принадлежали убиенным. Родительный падеж. Чьи души? Не души убиенные, а души, принадлежащие убиенным. Как же можно адвентистам и яговистам читать эти места и не верить? Полную безграмотность в грамматике, двоечнике по русскому языку. И в послании к евреям апостол Павел, как и Иоанн Богослов, говорит «духом праведников». Точно так же в родительном падеже употребляет слово «праведник». Праведник – это человек с телом и душой, как мы привыкли понимать. Евреи, разделенные на две секты фарисеев и саддукеев, дали основание православию и тектанству. Апостол Павел был фарисей от фарисеев и признавал наличие живой души в человеке. А саддукеи, как адвентисты и яговисты, эти современные саддукеи отрицают душу. Апостол Павел и говорит «мы приступили к духам праведников, то есть духам, принадлежавшим, жившим в праведниках». Ветхозаветный жертвенник преобразовал собой крест Христов, а крест есть проявление высочайшей любви Божией, на нем распята любовь. Песня, 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 песня 24. Он ввел меня в дом Пира и знамя его надо мною, любовь. Значит, души убиенных находятся под покровом любви Божией на земле, и они знают, что их кровь еще не отмщена, то есть расстрельщики царя, коммунисты, антихристы. Все еще находятся у власти, что в России все еще не прошел Нюрнбергский процесс, что все еще не повесили этих изверхов рода человеческого. И святые молятся об этом. Откровение 6.10. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, владыка, святы и истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Значит, святые в курсе политических событий в России знают, за кого проголосовали пенсионеры Ридигера, патриарха Алексия. Они не только знают настоящую политическую обстановку, но им иногда дается прозревать и будущее. Первое царство 28.19. «И предаст Господь Израиля вместе с тобой в руки хилистимлян. Завтра ты, сыны твои, будете со мною». «Истан израильский предаст Господь в руки хилистимлян». Это сказал Самуил накануне битвы царя Саула. «И крушение его тирании. Мы просим человека помолиться о нас, когда он уезжает». 2 Коринфянам 1.11. «При содействии вашей молитвы за нас, дабы за дарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Тем более сильна молитва этих людей, когда они освободились от бренного тела». 2 Петра 1.15. «Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Здесь дается намек на то, что апостол Петр будет заинтересован в действии своей проповеди и после ухода из этой жизни. Таковы косвенные места, позволяющие молиться святым. Но нигде в Библии нет прямого указания по велению молиться им, и поэтому не может быть никакого укора тем, кто не признает правомочной молитву святым. «Постоянно действия магнита, полюсов влияния минус плюс, электричество невидимые нити, и всему хозяин мой Иисус сотворил голубенькую точку, ни на чем повесил в пустоте. Чудеса в избытке днем и ночью, как хозяин веселит гостей, а в груди глухим сердцебиением биотоки в жилы гонят кровь в линии через пальцы при молении. Мой котел работает без дров, удивление мне числа и меры, от зачастия все сплошное чудо. Головой открыл у мамы двери, но вперед ногами путь отсюда. Это кожа, сам я из воды, погрузился в воду при крещении, почему мужчинам дан коды? Многому не придаем значения, кожа на лице, глаза и лоб, выражает тысячи эмоций. Каждый вечер отхожу во гроб, воскресаю утром, саван сбросив. Оглянусь, а жизнь-то на исходе, неужели кончилось так быстро? От воспоминаний половодья мечутся от страха мысли искры. Мой титаник льдунь, льдину не достанет. Ангелам-хранителям утешим, предстоит с умершими свидание. На весах друзей и врагов был взвешен, плюс и минус, стрелка задрожала. Из болезни выползает змей, грех прощен. Исторгнутая жала, омертвела. Ухожу к зиме. 8 июня 2002 года. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин.